итак привет друзья хочу сегодня поделиться с вами мнением своим она же кизляр суприм вега вот такой вот нож я скажу сразу я не поклонник кизляр суприма да мне ну для себя я собственно говоря не увидел ничего такого сильно привлекательного исключением наверное вот этого ножа вот мое знакомство с кизляр суприма произошло после того как я посмотрел их нож байкер достаточно красивый дизайн но я его посмотрел у него были тонкие лайнеры и какой-то в общем ненадежная фиксация клинка какая-то он как-то весь шатался может мне не повезло но в общем не впечатлило мне и я в общем не рассматривал никогда его ножи этой фирмы для приобретения вот а здесь в общем я оказался на выставке мне удалось подержать его в руках и мне он понравился мне он понравился нож очень неплохой значит давайте я покажу сразу вот он идет в такой коробочке симпатичный в принципе коробочка никому не нужна говоря он отправляется сразу помойку но здесь есть интересная бумажка которая дает пожизненную гарантию пожизненную гарантию от кизляр суприма от заводских дефектов я считаю что это в принципе ненужная вещь но в принципе неплохо неплохо что кизляр суприм готов так сказать гарантировать качество и отвечать за качество своей продукции вот значит у меня есть нож hans viper и когда я его приобретал я смотрел в описании многие кто-то там говорил на несколько человек что он похож на кизляр суприм ведом вот издали издали он действительно похож но вот если взять как бы их вместе то понятно что они делаются на разных заводах то есть тут принципе все отличается включая шарбочку на ханси она чуть больше вот у ханса латунной шайбы кизляр суприма не атеропластовая но в принципе я не вполне устраивает второпластовые шайбы на них хорошо выбрасывать хорошая механика у ножа становится блокируется нож отличная никаких люфтов нету буквально минимальный какой-то люфт он видимо появился после того как я выбрасывал его таким вот образом раскрутился может быть винт не знаю не разбирал изначально не было люфта сейчас вот появился небольшой люфтец вот достаточно толстые лайнеры они выбиты видите здесь присутствует облегченная конструкция это приятно конечно значит весит нож 140 грамм что в принципе нормально для атаковой дисси очень так неплох значит толщина лезвия у него 4 миллиметра вот здесь вот и сведение у нас 06 вот здесь и до 09 кончик он уходит значит нож стоит 1700 рублей 1700 1750 у них на сайте он стоит вот значит относительно клипсы раньше начнут на кизляр супреме было вот похожая клипса вот такая теперь они и переделали и вот такая не очень красивая дурацкая такая скажем клипса но изначально она мне тоже не понравилось и я думал ее снимать но когда я делаю в карман я понял что в этом есть смысл в том что это именно такая ручка клипса потому что она очень похожа на клипсу от ручки от паркера какого-нибудь вот и одеваю в карман и и собственно говоря окружающие не будут переживать не будет это травмировать психику окружающих вот и они собственно говоря ну висит ручка в общем ничего плохого в этом нет значит давайте поближе покажу такой сотенчик у нас заточку нас неровная угол угол у нас неровный из-за этого здесь вот мне было тяжело померить видно что с одной стороны он типа в районе 25 градусов с другой стороны в районе 35 ну или 20 30 вот что-то такое то есть вот так вот он немного неровно давайте пока покажу как заходит лайнер лайнер у нас все нормально хорошо значит давайте поближе все остальное покажу относительно micarta micarta не стандартная такая красивая кажется в принципе она действительно красиво но если вы посмотрите вот здесь вот хорошо видно видите она вся какая неприятно шершавая с одной стороны это хорошо нож лежит в руке вполне так уверенно с другой стороны вот ведь такие микро дефекты какие-то такое ощущение что ее вручку ну самоделка это какая-то с другой стороны вот лично у меня такое ощущение что если у кого-то когда-нибудь была майка из синтетики то вот она так неприятно к телу и вообще неприятно трогать вот у меня почему-то ощущение вот этой микарты вот с этой майкой но возможно это только мои ощущения в остальном собственно говоря я ничего плохих про этот нож сказать не могу нож неплохой неплохо режет вот удобно на этот пятачок класть палец я им уже порезал далее тоже порежу построгаю покажу вам сделано у нас 440 стали ну собственно говоря все это можно посмотреть на сайте производителей и там в любом магазине вот такой вот ножичек но если кого-то не если кого не смущает вот это вот микарта советую перед покупкой подержать его в руках то вполне неплохо вполне неплохо очень даже такой неплохой красивый ножичек но вот жалко что они не выпускают нормальный g10 гораздо приятнее а вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...